Всем спасибо, что зашли заново. В общем, продолжаем разговор про Академию. Сама Академия была на заводе ОРОД. Я его позже вам покажу, как он выглядит. ОРОД – это завод, первый завод Атоми, на котором проводится кое-что из нашей продукции. Вот, также там есть такие, да, ну, это как головной офис, да, уже как Атоми парк, и ОРОД – это уже как головной офис, и там есть огромный конференц-зал, который рассчитан на 4 тысячи мест. А в Атоми парке там меньше мест, поэтому, наверное, сделали ещё крупнее. Вот сама дорога. Туда мы ехали долго. Мы ехали сначала за платье, потом в город Конжу из Коян. И, да, вот в общем и целом 4-5 часов заняла дорога с пробками. Большое спасибо партнёру нашим мастерам Шаронской Розы, Владимира Анне, Юлии Анне. Они тоже поехали с малышкой. В нашей детке они уснули ближе к концу дороги. Владимир, дядя, дочка. Меня посадили вперёд, потому что я с пузом ехала. И, да, в общем, комфортно, хорошо доехали. Единственная дочь у нас, она в меня, и она плохо перенесла дорогу, её вырвало. Было жарко, да, долго. И накануне она поела очень плотно. Она сказала мне такую фразу, которой я очень обрадовалась. Она сказала, мама, я хочу кушать долго и много. Это был Ким Атоми, Рис Атоми и Рыба, тоже Атоми. То есть в Казахстане она просто ела мало, и было сложно её чем-то накормить, сложно было подобрать то, что ей будет нравиться. А тут она так хорошо ела, и я как-то не подумала, что на следующий день у нас будет дорога. И вот, в общем, ну, буду знать в следующий раз, какая бы ни была вкусная еда, нужно планировать. Так, смотрите, вот мы подъезжаем, то есть прошли, да, 4-5 часов дороги. Первый завод, что вы видите, когда подъезжаете к урод, это вот красненький. Кто угадает, что это за завод? Такой красненький. Глюбаршин, Мика, как вы себя чувствуете? Хорошо, да, дорогу принесла. Она хорошо, нормально. Да, Ирина Матвеева, правильно. Это Хонгсам Данжи, это завод, где производит наш самый лучший красный корейский женьшень. То есть он прям вот рядышком находится с Оротом. Но мы туда не попали, хотя там очень рядом находится. Владимир Ан предложил, чтобы мы туда съездили, пофоткались, но я просто физически не смогла. Я сказала, нет, поехали лучше в Орот. Вот, он так выглядит. И ночью, кстати, эта надпись светится. Мы ночью тоже проезжали мимо, и прям вот светится на всю магистраль. Красиво очень. И первым делом, когда мы зашли, нас сразу пригласили на сцену, потому что время очень ценно, всё быстро очень происходит, нет времени на несколько репетиций. То есть у нас было только вот 5 минут, 5-10 минут на то, чтобы сориентироваться, быстро выйти на сцену, быстро сказать речь. И вот так выглядит сцена за кулисами. То есть здесь мы только узнали, что поставят наш ролик, роял-мастерский, который снимали в Казахстане ещё зимой. Вот, и да. То есть мы не знали, как всё будет. Просто вот так вот так нас вызвали на сцену. Здесь вот уже нам рассказывают, как нужно выходить, куда смотреть. Сначала вот эту сумму денег взяла я в руки, потому что, если вы помните, в 2019 году Пак Хангиль тоже думал, кому из нас подарить денежку, и отдал мне. Я по той же привычке решила денежку взять в руки. Это была ошибка, потому что это уже покрупнее сумма, чем на Шаронской розе. Да, и очень тяжёлая получилась тут пачка. Это макет, да, то есть это не настоящие деньги, но всё равно вот такая огромная пачка. И, в общем, мы решили, что Владимир возьмёт её. Да, снимала Ольга Пак. Она же была ответственной за Юнашу с Мирашей. Они, в общем, она очень сильно помогала нам во время всего мероприятия. Так, давайте я покрупнее открою. Так, вот, отлично. То есть, вот, мы в масочках, да, как вы видите, все в Корее в масках. Даже на улице до сих пор, хотя уже убрали запрет на маске, всё равно по привычке все ходят в масках. Так же и в этом зале тоже в масках. Только единственные, кто выступает, они выходят без маски. Ну, так как это была репетиция, мы вот так вышли. Вот. Тут подсказывает, как что-то делать. В общем, здесь снимает Ольга. Владимир Ан тоже сделал эту фотографию. Вот. Такая была репетиция за 10 минут. То есть, нам надо было быстро сказать, понять. И ещё такой момент, что я готовила речь на корейском языке. То есть, я специально записала, да, речь сначала на английском, потом отправила её своей учительнице по-корейскому. Она исправила мне. Я учила эту речь неделю. Но, выйдя на эту сцену, я растерялась. Очень сложно было рассказывать на корейском языке. У меня просто всё забыло, всё, что я учила неделю. И было принято решение, что я буду говорить речь на русском языке. И да, действительно, я думаю, что это был правильный выбор. Ну, можно было ещё на английском сказать, так как я владею тоже в свободной форме. Но решили так, да, что я говорю на русском, и Владимир на английском языке. Чтобы показать, что мы владеем разными языками. Как бы такой пиар сделали, да? Так. Очень красивые ощущения. Да, на казахском, да, я не могу, к сожалению. Не владею казахским настолько никак. Да, носитель уже, потому что долго не использовала его. Но вот так получилось, что речь у меня получилась. То есть, я вообще готовила на корейском, и пришлось её слово в слово на русский переводить. То есть, возможно, она даже не так звучала, естественно, на русском. Потому что перевод надо было делать в тот же вечер, надо было всё перевести на русский язык. То есть, у нас очень было много стресса, суматохи. Ну, это нормально, да? На таких мероприятиях ты понимаешь, что ты всё время находишься в напряжении, пока не пройдёт мероприятие. Потому что это мероприятие было огромного масштаба. Вот, это не первое наше, это второе наше мероприятие такого масштаба. Первое я скоро покажу, да, кто не помнит. Для русскоязычной аудитории видно слышать русскую речь на Академию. А, важно слышать русскую речь. Да, спасибо, Елена. Какие-то были плюсы, конечно, говорить и на корейском, и на русском, и на английском. Ну, получилось как получилось. То есть, нам сказали, что нельзя сильно менять речь, потому что, как бы уже то, что я говорила на корейском, нужно было слово-слово перевести на русский и не менять особо, потому что уже были заготовлены субтитры. Так как перевод идет, да, на несколько разных языков. Вот. Ну, 10 минут на сцене, и нас отпустили, чтобы готовилась репетиция следующей пары ролл-мастеров, да. То есть, больше мы на сцену не попали, не перепятировали. Да, мы все волновались, слушая вас, Владимира. Речь очень класс. Спасибо большое за поддержку. Вашу речь мы слышали на одном дыхании. Да, спасибо большое. На самом деле, когда второй раз уже мы вышли на эту сцену, уже когда был эфир, было менее страшно. Поэтому большой совет тем, кто имеет страх сцены или вообще просто волнение чувствует, а это, я думаю, все чувствуют волнение, выходя на сцену, особенно на такую большую аудиторию, обязательно перед тем, как вы выйдете, побудьте на сцене, хотя бы вот как мы 10 минут побыли, хотя бы уже сориентировались, да, и второй раз, выходя в эфир, уже я чувствовала, что, ну, не было такого волнения, потому что я уже там была, как кошки, да, помечают территорию. Людям тоже это важно, спикерам важно, побыть на сцене, почувствовать, да, ножками почувствовать пол, посмотреть вокруг, и второй раз уже выйдя на выступление само, вам будет намного легче, как это было на, ну, мне лично, Владимир, я думаю, что себя чувствует прекрасно на любой сцене, даже если первый раз выйдет, вот, такие эмоции, пересматривала несколько раз, пишет Рейхан, не говоря, как залипла к экрану время Академии, вы были самые красивые пары, спасибо большое, Мусинай, Татьяна, всем спасибо, давайте продолжим, вот так выглядит за кулиси, да, это у нас получается, но номер в отеле, гостиницу сняли для нас, для нас компания с него, рядом с, ну, недалеко от Арод, вот, Владимир готовится, здесь мы отдыхаем, то есть это специальный такой лаунж для спикеров, он назывался Crown Lounge, ну, так понимаю, для Ройн или Краун клубов, вот, и здесь я вообще лежу, потому что в моем состоянии, да, стоять было вообще сложно, очень сидеть даже сложно, и мне очень понравилось, как в Корее относятся к беременным женщинам, чуть-чуть говорили, все, ложись, 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 как бы мы постоим, даже, когда все было занято, все диванчики были заняты, они увидели мой живот, и прям все встали с диванчика, и положили меня туда, укрыли шарфиком, дали ягод, ну, в общем, позаботились, и да, и здесь я просто вот лежа смотрела, как идет Академия, то есть, получается, за окном этой комнаты, этого лаунжа, сама, сама Академия проходит, где 4000 мест, вот, здесь, получается, бродкастеры сидят, вот, как заметила Ольга Пак, это на первом, на втором этаже они сидят, Ольга Пак заметила, да, что в Казахстане, в Атоме Казахстан, например, один каиржан, это бродкастер, на весь филиал, в Корее же, да, на такую огромную Академию, вот, такое огромное количество бродкастеров, ну, всех камера не смогла запечатлеть, здесь очень много людей, не заняты тем, чтобы все прошло, вся Академия прошла на высшем уровне, да, то есть, они внимательно наблюдают, работают, чтобы картинка была красивая, да, с разных ракурсов, чтобы все было замечательно, вот, это уже второй этаж, да, это вот, помните, Slim Body Challenge, вот девушка, тренер, она рассказывала про, провели они фитнес-тренировку, в общем, и дальше уже, вот, уже видно за, да, то есть, здесь 4000 человек, здесь кусочек, это партнеры Атоми Арман, за что им большая благодарность, кто смог, кто был в Корее, уделили время, приехали на Академию, и Владимир Анн предложил всем поставить такую заставку, да, наш логотип, было очень приятно, далее, у нас, нас позвали на мейк, да, в 3 часа, то есть, наше выступление было где-то в 5 часов, а в 3 часа нас позвали на прическу, на укладку и на макияж, да, то есть, раньше этого не было, в 2019 году, как бы, вот, вот так я выглядела с хвостиком, без макияжа, тогда я участвовала в Торе Успеха, и там тоже была одна такая суматоха, все было, происходило очень быстро, и даже не успела, там, сделать прическу, и не умею, причем это делать, макияж даже не успела сделать, в общем, вышла как была, и, я думаю, так, Бакхангиль посмотрел на все это дело, на людей, которые выходят на сцену, да, без макияжа, без прически, и подумал, что нужно сделать, в, при Академии, да, вот такое вот, слева, комнату, где будет несколько парикмахеров, несколько визажистов, которые подготовят спикеров, к Академии, чтобы они выглядели должным образом, и я очень была благодарна за это, потому что, знаете, если утром сделать прическу и макияж, да, ближе к пяти часам, когда уже награждение происходит, конечно, это все уже будет выглядеть не так хорошо, и тут все продумано, то есть, где-то в три часа спикеры приходят сюда, их вызывают, все там по записи, и делают макияж, но спрашивают, спросили, какой вы предпочитаете макияж, я сказала, ну, на ваш вкус, показала платье, и они сказали, ну, ладно, хорошо, примерно понятно, да, то есть, это вот такое нововведение, поэтому, это классно, чем в хвостике, да, чтобы потом не сожалеть о том, как ты выглядишь, кстати, о платье, да, то есть, тоже была такая эпопея, я не планировала покупать платье, да, потому что, ну, подумала, всего один день, но накануне, да, поездки, я посмотрела предыдущую академию, где все роллмастера, женщины, они были в платьях, и я подумала, что обязательно нужно завестись платьем, да, то есть, у меня был только вот розовый пиджак, который на меня налазил, налази сейчас в своем положении, и я сказала, Владимир, нам срочно нужно искать платье, а в Корее, ну, не так просто что-то найти, и, ну, я подумала, что самый лучший вариант это взять в аренду, тут же начала, начала всех обзванивать, спрашивать, как найти, аренду платья именно для беременных, да, и вот нашла вот эту, ну, в нашем городе вот этот инстаграм, мы туда съездили, нашла, ну, то есть, искала также обувь, да, потому что к платью нужна обувь, но к счастью, вот там, где мы брали платье, там сразу и обувь дали, правда, на размер меньше, но все равно больше подходила к платью, чем то, что я выбирала я, все это, вот это справа, это то, что я просто думала, какой обувь мне выбрать на лето, чтобы платье подходило, и летом можно было носить, вообще, приехала я за этим платьем, но я его даже не мерила, потому что, ну, оно мне показалось, да, не совсем пригодным для сцены, все такое простенькое, хотя вот тоже, да, с животиком можно, но вот позже я покажу, какое платье мы выбрали. Далее Владимир, вот, рассказывает, нас кукол накормили, вот тут зал, пока еще пустой, это происходит днем, но Владимир прекрасно выглядит, да, и без макияжа, здесь же он сам смеется, что на него как будто фильтр наложили после визажа, после прически, то есть парикмахер настояла на том, чтобы вот так вот сделать пробор Владимирову, да, она спросила, как вы обычно делаете укладку, он сказал вот так, ну, как бы просто вверх, она настояла на том, чтобы сделать пробор, вот, и так он выглядит совсем как телеведущий, и плюс впервые, да, ему накрасили брови, губы, и тоналку нанесли, пудру, в общем, все дела, и вот так вот он у нас выглядел на сцене, мне сделали вот такую прическу, ну, с пойкой, просто чуть-чуть накрутили, важна, да, все-таки в Корее даже мужчинам делают такой макияж, и сама сцена, получается, вот, уже у нас вызвали, это уже ближе к пяти часам, вызвали на сцену, плюс, там была еще другая пара роял-мастеров, но в тот день, в ту академию уже не было крауна, не было империал, поэтому роял это был самый высший ранг в тот день. Спасибо большое, оба были очень красивые, ну, вот, благодаря таким продуманности академии, то, что, потому что сама бы я, конечно, мне было бы тяжело делать себе прическу, плюс еще в таком городе, да, то есть это не центр города, это вообще за городом, конжу, там сложно найти такие услуги, там все удобно. Транслировалась вот так вот академия, то есть мы уже на сцене, показали наш ролик и уже позвали на речь, то есть на речь нам было дано всего 4-5 минут, не больше, то есть мы в тот же день прошлись по речи еще раз, то есть к нам пришли две девушки, и они сказали, давайте прорепетируем речь, вот субтитры показали, и засекли таймер, чтобы мы сделали это быстро, то есть нельзя слишком затягивать речь, там каждая минуточка, секундочка цена во время академии, потому что динамика, то есть они понимают, что академия там 5 часов длится, и очень сложно удержать аудиторию, чтобы всем было интересно, а никто не отключился, никто не заскучал, все постоянно вот так вот по часам, по секундам расписано, очень здорово, получается, вот когда Владимир говорил речь, ну и я тоже, так как мы говорили на иностранном языке, шли субтитры для аудитории, ну так как корейская аудитория в основном, для них шли субтитры на корейском языке, да, вот этот макет, да, где денежку нам дарят, и сертификат, кстати, нам выдавали уже в Казахстане, когда было награждение, на которое я не попала по причине болезни, очень плохо себя чувствовала, даже не думала, что я могу пропустить такое событие, награждение нас, как ролл мастеров в Казахстане, в Алматы, но вот физически прям вот даже не смогла туда попасть, и, ну, такое счастье, что провели Академию еще раз и позвали нас как для награждения. Я думаю, что тут также сыграл такой фактор, как то, что мы, ну, то, что в Корею раньше не могли мы попасть, да, то есть, как многие иностранцы не могли попасть в Корею, сейчас только начинается открываться визы, да, вот карантин убрали, и до сих пор это как такое интересное что-то для корейской аудитории, что вот иностранцы на сцене, плюс в таком высоком ранге. И, да, большое, конечно, нам очень повезло, спасибо и Ольге Пак, спасибо вам всем за такое достижение, что, ну, у нас получилось получить такую честь, как награждение в Южной Корее. Итак, да, попросили фотографии, я отправила наши командные фотографии, но они отобрали сами некоторые из них, то есть, жалко, не все фотографии они выставили на экраны, мы даже не знали, что у нас сзади что-то показывают, мы не думали об этом, потому что у тебя только 4 минуты, да, у меня 1 минута, у Владимира 3 минуты, нам надо быстро рассказать свою речь, улыбаться при этом, да, то есть, фотографироваться, в общем, да, еще, но приятно, да, что сзади как будто такая вот поддержка в виде фотографии нашей команды. Кстати, сертификат, не договорила, что сертификат нам выдавали уже в Казахстане, мы его не взяли с собой, то есть, они спросили у вас с собой сертификат, мы сказали нет, потому что, ну, мы оставили его, они даже не знали, что мы сюда попадем на эту сцену, и нам выдали новый, уже здесь, я вот не помню, нам в Казахстане выдали, тоже вроде на английском было написано, потому что до этого, когда мы вот мастера женского родства закрывали, только на корейском было написано, видимо, сейчас уже можно выбрать, да, на английском, на корейском, подписано Пакхангилем, выдает, сейчас награждает не Пакхангиль, то есть, его заменяет, этот мужчина, я забыла, в каком, в каком он статусе, кака у него должность, ну, вот, вы можете видеть, что он награждает всех сейчас, ну, дарит цветы, как обычно, и сыпется конфетти, фотографии, это профессиональные, нам их отправили, отправила империал мастер, видимо, она их взяла, у нее есть свой фотограф, также она состоит в чатах, где фотографии, вот, именно от компании отправляют, поэтому отправили фотографии, вот, теперь у нас очень много хороших фотографий на сцене, у нас таких не было раньше, поэтому, да, хотелось бы сказать, что все зависит от нас самих, то есть, если бы мы не приехали в Корею, да, если бы мы не спросили у руководства, можно ли вообще попасть на эту академию как зрители, да, был план, что я не поеду, потому что мы не думали, что мы на сцену попадем, я думала, Владимир поедет с партнерами просто как зритель, но так получилось, что из-за того, что мы спросили, как туда попасть, Ольга Пак начала спрашивать, а далее уже пошло-поехало, ну, далее уже мы попали на сцену, поэтому все зависит от нас самих, всегда интересуйтесь, всегда спрашивайте, всегда стремитесь к тому, чтобы попасть на мероприятие, плюс попасть на сцену еще лучше, да, для, мы заметили, что для всей команды это большой, большая была мотивация, большая победа тоже, да, то есть, то, что все возможно, что наши, наши их показывают, наши на сцене, и то, что у каждого из вас появилась тоже такая уверенность, да, что я тоже буду стоять на этой сцене, меня тоже будут награждать и показывать на весь мир, на весь мир, так, спасибо большое, естественно, красивые, счастливые, классно выпустили, выступили, еще были самые красивые пары, да, мы сами были молодой парой и самой пузатой, Стелла подсказывает, что сертификат на корейском языке был, да, сейчас теперь есть на английском, здорово, да, нам часто пишут, что после этого выступления мы гордимся быть в вашей команде, да, вот как Наталья Афшар, каждый что-то для себя привнес, да, после этой академии, мы очень рады, продолжайте смотреть именно корейские академии, потому что, как они показывают, очень высокий уровень, там и про все новинки рассказывается, видно, сколько рангов закрывается, потому что, ну, в Корее максимальное количество рангов, плюс Imperial Master будет закрываться, то есть уже закрылся, награждаться 15 июля, то есть ссылки обязательно, да, будут везде, тоже старайтесь эти 5 часов уделить на то, чтобы присутствовать именно в эфире, и мы очень благодарны всем, кто присутствовал в эфире во время нашего награждения, есть эта фотка или нет, да, ну, в общем, я думаю, что не успела поставить фото, вот где Карл Гаш смотрела Zoom, именно вот ее фотография была, я знаю, что многие наши лидеры были тоже в Zoom, смотрели в эфире, и это прям чувствовалось, потому что мы даже вот Стелу видели на экране, там, где показывали лидеров, кто сейчас в Zoom, это была такая огромная поддержка, поэтому именно когда вы в эфире находитесь, это очень круто, спасибо большое, да, это было за неделю подготовлено, все очень на скорую руку, но мы постарались, чтобы не упасть у грязь лицом, сжато, конечно, не смогли все раскрыть, так как есть строгий лимит на слова, да, цель была в том, чтобы рассказать, как бы, да, пиар сделать, да, чтобы о нас узнали, узнал весь мир, и после академии у меня, да, на самой академии я была в туфлях, и на которые были на размер меньше, плюс сейчас у меня пухла нога из-за беременности, то есть, как Владимир, когда выступал в статусе мастера Шана Скорозы, когда в 2019 году он тогда был в туфлях спонсора на два размера меньше, в этот раз я была, да, тоже примерно на два размера меньше в туфлях, я их просто сняла после того, как мы вышли со сцены, Ольга Пак нас приветствовала, она тоже смотрела переживала за нас, смотрела, смотрела за сцены, находилась, и когда мы вышли, она сразу нас поздравила, была рядом, вот, и вот тут, ну, буквально, недалеко от сцены находится вот такой вот стенд, где можно фотографироваться, там разные стенды были из карты мира, да, вот как у меня сейчас фон в зуме, и другие фоны, и также здесь был вот такой фон прекрасный, это награда, почти тут миллион долларов, в корейских вонах это миллиард вон, и мы решили сфотаться, да, пока я была в платье, потому что нужно было срочно переодеваться потом, так как оно немножко мне жало в животе, не успела сфотографироваться с командой, потому что вот когда мы вышли, да, вот во время этих фотографий еще не завершилась академия, выступал империал мастер, должен был выступать председатель компании, Паканкиль, но он в тот день именно приболел, и его заменил империал мастер, взорву, да, что столько уже империал мастеров, и они можно кого-то попросить заменить себя, если что, да, в такой вот ситуации, так как обычно, традиционно завершают каждую академию Паканкиль, поэтому когда вы окажетесь в Корее, на академии обязательно тоже сфотайтесь с этим стендом с миллионом долларов, это то, что получает империал мастера. Здесь написано мечта яркая, и тогда мечты обязательно забудутся. И кстати, стоило нам выйти со сцены сразу к нам постоянно кто нас видел, подходили атамиансы вообще с разных структур и попросили фотографироваться. это тоже была одна из причин, почему мы быстренько решили переодеться и поехать дальше, потому что очень тяжело было фотографироваться, и очень много было людей, кто хотел с нами фотографироваться, и мы даже со своей командой не успели, поэтому убежали быстренько. и у нас далее был очень приятный сюрприз. Так, это ужин с империал мастером. Встреча с империал мастером тоже была такая неожиданная, она случайно пришла в комнату, где нам делали макияж и прическу, она видимо тоже хотела себя немножко прическу сделать, потому что она не знала, что мы там будем. Когда она узнала Владимира, она чуть не уронила телефон от радости, потому что она его очень любит, у них такие теплые очень отношения, и она сказала всей команды, я вас приглашаю на ужин, на мясо. Мы кушали сангебсаль, это, кстати, ее сын, он, видите, с птичкой автомастера пока. и фотографировал нас ее личный фотограф, который вместе с ней всегда ходит на мероприятия. Она себя называла моделью, то есть она прекрасно выглядит, и у нее есть персональный фотограф, к чему тоже нужно стремиться. в синих футболках большинство пришли команды, и в конце, после ужина фотограф предложил всем выйти, уже кто остался, некоторые убежали, так как было поздно, и включить фонарики, так как света уже не было, чтобы лица было видно, как вы видите, вот Владимир с Ким Нюнцок, с империумастером, они друг на друга направили фонарики, чтобы было, то есть не на себя направил фонарик, чтобы тебя было видно, а на ближнего, да, тоже прикольная идея, так, светили на друг друга, мы с Юнашей вообще внизу оказались, так как она не хотела на ручки идти, вот, да, большое спасибо вот этой паре, прекрасной Владимир Юлии, Владимир нас получается туда отвез, привез обратно, а Юля, пока мы были на академии, пока мы на вступлении, на репетиции, она была с детьми, с Янашей, с Мирашей, вот, и у нас тоже одна фоточка у нас получилась, сфотаться с империал-мастером, обязательно приезжайте в Корею, будем просить тоже империумастера поужинать, вместе сфотаться, потом отправим вам фотографии, она после того, как все поужинали, она сказала, чтобы три желающих рассказали о себе, о том, как вы работаете, потом, ну, коротко дала свои наставления, вот, ну, такой получился приятный вечер, такое завершение, да, очень приятное, мы были рады, что, ну, вообще, мы планировали поужинать с командой, но поужинать с империал-мастером еще круче, конечно же, такой вот незабываемый получился день, который запомнится нам навсегда, чувство гордости, да, было круто, чувство радости, вы такие молодцы, выступления, эмоции, мотивации, платье, очень красиво, смотрела, в своем мнении пишет Наталья Сергеева, Татьяна, это праздник для всех нас, да, вот, а Элиту я вижу, она была, вот она, на фотографии, была на академии, на ужине, да, всем спасибо, что вы написали слова благодарности, были в эфире, пришли через это с нами, чтобы это было незабываемое событие, которое останется в памяти навсегда, и хотелось бы завершить этот зузу, тем, что у нас далее, следующие командные мероприятия, на которые мы тоже вас приглашаем, потому что везде нужно участвовать, да, в этом, спасибо за эти потрясающие эмоции, за гордость и радость, спасибо вам, а Элита рядом с империал-мастером, да, очень такие памятные фотографии получились, спасибо, надежда, всем желаем оказаться на нашем месте, тем более это еще возможно, да, чем раньше, тем лучше, чем нужно еще и с председателем, успеть сфотографироваться и приехать на Академию Успеха, как вы знаете, Академия Успеха возобновляется, не Академия Успеха, а Минатура Успеха, которые приурочены к Академии, то есть у вас будет возможность не только посетить Корею, посетить заводы, но еще и попасть на Академию, а в виде зрителя, а если вы закрываете ранг до Академии, то у вас будет возможность и выйти на сцену, как это случилось у нас, поэтому все возможно в Сатоме и приглашаем вас на наши марафоны, то есть это бьюти-марафон, который уже скоро начнется, в 4 июля мы решили, как раз 4 недели, с 4 по 31 июля, и Slim Body Marathon, челлендж для тех, кто хочет красивое тело, не обязательно умно похудеть, большинство, конечно, будет иметь цель похудеть, но также сделать тело сильнее, мощнее стать вместе с продукцией Атоми. Сейчас бы я хотела дать вам слово о том, я рассказала вам о Лакулисе, как это было для вас, насколько вам понравилась Академия, какие ощущения вы чувствовали, если вы хотите сказать, буду очень рада.